Уважаемые любители моих небольших роликов, посвящённых разным научным вопросам! Сегодня этот ролик начинается с того, что я впаду в воспоминания. Ну, как все стариканы, я тоже не безгрешен. Когда-то, очень много лет назад, лет 40, наверное, может побольше, я прогуливался по Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Ну, там захоронены всякие выдающиеся и не очень люди, люди недалёкие и, наоборот, очень интеллектуальные. И меня как-то заинтересовала странная могильная плита. Она так стояла, довольно красивая, довольно роскошная, я бы сказал, для своего времени. А это был на XVIII век, его вторая половина. И там было написано «Графу Никите Ивановичу Панину, другу человечества». Но, вы знаете, в 70-е годы советского периода такую надпись увидеть сложно было. Да и понять довольно затруднительно. Как-то так. «Граф Панин – друг человечества». Ну, я заинтересовался, ну, и как все нормальные люди, стал поглядывать. А что же это за такой друг человечества? И вот много чего выяснилось. То есть, на самом деле, он, собственно говоря, был одним из тех, кто ставил Екатерину II на престол. Кстати говоря, сейчас очень много фильмов всяких выходит, где там какая-то странная прусская София, страдающая нежным вагинизмом, значит, бесконечно упражняется с мужичками. И так в промежутках иногда что-то делает для России. Вот все это немножко, скажем так, не похоже на правду. Смотреть мне на это тяжело. Я стараюсь не предаваться этим удовольствиям, потому что они вызывают примитивизацию мозга. Да и сценарий, да и игра – все это напоминает мне скорее какую-то костюмированную деревенскую самодеятельность при очень плохой режиссуре. Ну, это тело искусства. Я кином не занимаюсь. А на самом-то деле немножко ситуация выглядит по-другому. Дело в том, что во времена Екатерины было очень интересное такое объединение вокруг Никиты Ивановича Панина, который был наставник великого князя Павла Петровича, так для справочки. Поэтому его сковырнуть было довольно трудно. Кроме того, занимался всей внешней политикой. Известная очень его деятельность называется «Северный аккорд». Это о том, как объединить северные страны против Франции и Австрии. Австрия была там мощная, Австро-Венгерская империя. То есть он был серьёзный политик. Кстати, прожил там чуть не полтора десятка лет за границей. Очень хорошо знал Западную Европу, знал её цену. И он, собственно говоря, был креатурой знаменитого канцлера Бестужева. Отсюда все следствия. Там иногда в наших дурацких фильмах, которые смотреть довольно затруднительно, но, тем не менее, проскакивает такой персонаж достаточно умный, хитрый и дальновидный. Так вот, Панин был креатурой Бестужева. И поднабравшись в Европах различных новейших веяний, он пытался сразу же, после того, как Екатерина была возведена на престол, а возведена она была с целями очень далёкими от тех, за которые её хвалят. То есть её хотели также использовать для того, чтобы пустить Россию под нож. Но она увлеклась ядрёными мужиками и огромными ресурсами гигантской страны. Ну, ничего не получилось. Это так бывает со многими. Кого ставят на самую высшую должность, а потом выясняется, что человек-то оказался неуправляемым. Так вот, ещё, когда её только возводили на престол, он предложил знаменитый, так называемый, императорский совет создать. Ну, то есть, ограниченная монархия для того, чтобы она, в общем-то, занималась развитием России, а не только удовлетворяла сомнительные интересы абсолютной монархине. Мне кажется, это странновато немножко. Ну, и поэтому он создавал план конституционной реформы и вообще ковырялся очень серьёзно с развитием России. Ну, как сейчас тоже есть очень много трезвых людей. Он, кстати говоря, был очень близким другом, той самой Дашковой, которая, собственно говоря, сочиняла Академию наук нашу. То есть, человек был просвещённый, интересный. Большой друг был, кстати говоря, ряда очень серьёзных людей. Ну, например, князя Репнина, знаменитого и его начальника, и деятеля. Граф Румянцева, поэта, в том числе, придворного Сумарокова, блестящего человека для своего времени. То есть, мы имеем дело с очень просвещённым и очень интересным человеком, действительно другом человечества. Он пытался что сделать? Он пытался Россию направить по тем же рейсам, по которым её тащил Пётр. То есть, развитие. Поэтому не совсем правильно, когда говорят, вот там Екатерина такая умница. Но Потёмкин как раз был реакционером. Её тоже дружок. Она сама была очень, ну, как бы сказать, не очень, ну, очень недалёкой дамой, страдающих известными проблемами. Поэтому так возвеличивать её, как у нас в кино, не стоит. А вопреки, те люди, такие люди, как Репнин, Граф Панин, вот, Румянцев, они пытались Россию тащить, и то, что им удавалось, они делали. В том числе и знаменитые вот эти самые, о них многократно упоминал, цифирные школы и прочее, прочее. То есть, когда без званий, без боярских корней детей допускали до туда, решили проблему. При этом, что самое смешное, сам Граф Панин считал, что древние роды, они наследуют, как бы, и культуру, и деньги. Это была глубочайшая ошибка, наивная. Но, тем не менее, что было, то было. Здесь нечего говорить. Но, в целом, партия Панина была партией реформаторов. Но самое интересное, что основным застрельщиком просветительской части был секретарь Никита Иванович Панина. И кто бы вы думали, это был? Ах, это был Фанвизин. Тот самый Фанвизин, который написал «Недоросля». И он считал, в том числе в разных своих трудах, статьях, что главное – это воспитание нового поколения. То есть, надо вкладывать мозги. И на самом деле, дворянство бы процвело, если бы идеи Фанвизина, так сказать, дошли до руководства страны. Но нет, этого не произошло. Наоборот, был знаменитый указ о свободе дворянства, который, в общем-то, погубил, надо сказать, массу начинаний, в том числе Фанвизина. И на самом деле, поэтому «Недоросль» – это маленькая книжечка, вот она у меня, причём прелестного, 1936 года. Она, на самом деле, отражает, собственно говоря, что? Борьбу между двумя партиями. Фанвизинской, то есть, на самом деле, не Фанвизинской, а Панинской, поскольку Фанвизин был секретарём у Панина, и всех перечисленных выше людей, и как раз вот таких вот реакционеров, типа Потёмкина и Екатерины, которые не на жизнь, а на смерть с этим боролись. Ну и что получилось, всем хорошо известно. В 1883 году граф Панин умер, Фанвизин умер почти через 10 лет, в скорости умер его брат, который был одним из застрельщиков всей этой истории. И у нас осталось очень мало источников вот этого сражения, на самом деле, достаточно костной и мракобесной, Екатерины своими реакционерами, и вот этой прогрессивной партии Никиты Панина. Он тоже был не ангел, я вас уверяюсь, почитайте о нём. Но тем не менее, и завещание знаменитое, которое уже Панин не мог сам написать, он диктовал его Фанвизину, оно было опубликовано только в 1905 году. То есть оно, его скрывалось, это там, где как раз говорилось о будущем России, о тех проблемах, которые до зарезу надо решать. Вот, собственно говоря, о чём и был недоросль. Это, на самом деле, демонстративное столкновение двух партий. Причём, в чём проблема-то? Проблема в том, что это, по сути дела, был второй русский искусственный отбор по мозгу. Первый был при Петре, а потом вот при Екатерине с помощью графа Панина и его компания. Значит, в общем-то, Сумароков, будучи поэтом, очень точно отразил проблему. Я сейчас зачту. Какое барина различие с мужиком? И тот, и тот земли одушевлённый ком. И если не ясней у мбарски мужикова, так и различия не вижу никакого. То есть, Сумароков очень точно поставил вопрос. Речь идёт о мозгах, о том, как человек соображает, а не то, какое место он в иерархии занимает социальные в силу наследственных и других обстоятельств. То есть, поэтому, собственно говоря, и вопрос стоял не просто о творчестве, но и о воспитании. Это было всем очевидно. И вот там тот же самый Стародум, который позитивный герой был у Фан Визина, он говорит такие слова. Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ничего на свете не знаю. То есть, перевожу на русский язык, современные чиновники, владеющие деньгами, которые могут распоряжаться чужими жизнями, подлее ничего просто нет. Ну и, соответственно, выведены разные персонажи, которые влияют на вот это вот разграничение умных от дураков. И здесь замечательные персонажи, причём же Фан Визин, поскольку время было достаточно злое, и надо было прямые указания. Там такие, например, Цифиркин, Кутейкин – это учителя Митрофанушки, недоросли. И даже в их устах Фан Визин, в их уставе произносят потрясающие вещи. Когда дорогого Цифиркина, Милон, такой молодой человек, более как бы цивилизованный, чем вот эта вся компания, госпожи Простаковы, Митрофанушки, там, всех Скотинина, всех остальных, которые, ну, понятно, по фамилиям, что они представляют у нас он. Зайди в любой чиновничий, отстойничий, экран такой же. Так вот, он разговаривает с Милоном и говорит, «Чем питаешься?» – спрашивает Милон у Цифиркина, который учит математики, Митрофанушку. «Да кое-как, ваше благородие, малу только арихметики маракую, так и питаюсь в городе около приказных служителей, у счетных дел. Не всякому открыл Господь науку. Так, кто сам не смыслит, меня нанимают, то щететец проверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь, праздно жить не люблю». Обращаю ваше внимание. Более того, чем он занимается, Митрофанушка, здесь вообще отдельные песни, он говорит, «Мы вот уже третий год изучаем ломанные числа». Что это такое? Это были раньше такие числа, изменить с дроби. И вот Митрофанушка с трудом их одолевал, тяжело ему было. То есть налицо что? Искусственный отбор дураков от умных. Вот Митрофанушка хотел в 16 лет жениться со страшной силой. Ну, у нас запросто сейчас все происходит в любую сторону. А вот с ломанами у него получалось плохо. И Цифиркин бился над тем, чтобы его как-то образовать в смысле дробей. Ну, потому что уходили монетки такая одна-вторая копейки. Ну, это попозже, вот, можно посмотреть. А были тогда еще и полушки, еще мельче денежка. Так вот, в чем фокус-то? А теперь представьте, перенесемся на секунду в 21 век. В Америку, в саму Америку, в просвещенную. На всякий случай сообщаю для тех, кто не знает американской специфики, там в школе дроби не проходят. То есть, то, с чем бился Митрофанушка в Америке через 250 лет, все так же школьникам недоступно. Их в институтах изучают. Ломанные-то. То есть, вот с кем мы, кто у нас противники глобалистические. И Митрофанушки, не знающие дробей. Ну, это просто довольно смешно. Ну, и остальные персонажи. О, Фан Визина хороши. Вот. Но, причем, не просто хороши в своей глубочайшей безграмотности и хамстве, но и самокритичности. Вот Кутейкин, который, так сказать, получил начальное образование уже, так сказать, по религиозной части. У него тоже спрашивают. А вы, господин Кутейкин, не из ученых ли? Из ученых вашего сокородия. Семинарии здешней епархии. Это того ученые считались. Ходил до риторики, до Богу изволивши, назад воротился. Подавал в консисторию Челобития, в котором прописал. Такой-то, где семинарист из церковничьих детей убоялся бездны премудрости, просит от нее об увольнении. Какое было бы счастье, если бы у нас, убоявшись, ученые премудрости, все-таки попросили по подувольнению. Ну, хотя бы ученые. У нас таких достаточно много. То есть, фанвизин прекрасно 250 лет назад понимал, что происходит. И, собственно говоря, это происходит и сейчас. Отсутствие системы церебрального сортинга, то бишь отбора приводило вот к таким чудовищным явлениям, которые до сих пор процветают. И советы жизненные того же Цефиркина очень хороши. А наш брат и век так живет. Дело не делай, а от дела не бегай. Вам это ничего не напоминает? То есть, на самом-то деле, фанвизин в недоросли вложил всю ту, весь тот ужас, который творился в России 18 века, который поощряло в том числе и тогдашняя власть, с которой граф Никита Панин боролся. Именно поэтому было написано, что он друг человечества. То есть, мы видим с вами следы второго цикла искусственного отбора по мозгу, который закончился неудачно, потому что в России сначала Петр решал эти проблемы, но он решал в том числе привозными мозгами это все дело из-за границы. А вот при Екатерине кое-что стронулось, но это было стронуто с мертвой точки и обращено в какое-то разумное дело не ей и никак не нашим горячо любимым Потемкиным. Нет. Это было как раз сделано графом Панином, его братом и той компанией, о которой я говорил. Надо сказать, что при жизни еще Фанвизина Недосель был поставлен в 1782 году на бенефисе Дмитриевского по-моему как Недоросля театральная постановка имел огромный успех, но была быстро прикрыта по властями. Понятно, потому что постановка явно не вписывалась в тогдашние скрепы. Ну вот, поэтому можно сказать в конце этого произведения он говорит очень интересную вещь, вкладывая в язык Скородума, прогрессивный представитель этой пьесы, обращающегося к мадам Простаковой, такие слова «Сударыня, ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно». Вот такая история. Поэтому Недоросль – это очень непростое произведение. Его надо читать не в младшей школе, для которой, видимо, снимают эти смешные фильмы про Екатерину, а в более зрелом возрасте, понимая, что происходит. Это слабый след Екатеринской эпохи, в которой наиболее прогрессивная часть России пыталась навести хоть какой-то порядок в стране. Потому что в завещании там просто было написано, что Россия утрачивает постепенно свою власть и цельность. С этим надо что-то делать. В общем, уважаемые слушатели, читайте книжки из школьной серии классиков, может быть, они вам откроют на что-нибудь глаза и взгляд станет пояснее. Я на это очень надеюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok